Здравствуйте! Приветствую всех на своем канале! В этом видео я хочу произвести косметическую зачистку. Если вам интересно такого рода видео, то оставайтесь со мной. Начну я с лаков, у меня их больше всего. И в конце видео покажу декоративную косметику. Я делала сегодня, проводила зачистку в моей коллекции. У меня их довольно много, лаков. Еще осталось около, наверное, если с маленькими считать, 60 штук. Ну и избавляюсь тоже довольно-таки от многих. Какие-то у меня уже загустели, какие-то не нравятся, редко пользуюсь. И по порядку вам сейчас все постараюсь показать. Начну я с желтых цветов. Это гель подиум эффект. Это, по-моему, сейчас точно не помню. Вроде бы белорусская марка. Да, Белор Дизайн, белорусская марка. Желтый глянцевый цвет. Пользовалась я им нечасто. Тон это 117. Этот оттенок желтый. Здесь идет такая кисточка средняя. Начал он уже загустевать. К сожалению, у него срок годности после открытия всего лишь 8 месяцев. Объем 10 мл. В принципе, лак неплохой. Держится он стандартно не 2-3. Но как-то рука к нему сильно, мои руки к нему сильно не тянулись. Следующий желтый оттенок от Элькоразон серия Калейдоскоп. Здесь у нас идет модница за рулем. Номер 02. Срок годности еще до июля 2016 года. Но он уже начал загустевать. Здесь идет такой желтый цвет. Светло-желтый. В нем такие серебристые вкрапления. Кисточка тут идет уже меньше. Средняя. Лак этот очень долго сохнет. И полупрозрачно ложится. То есть, чтобы такого, как в бутылечке добиться оттенка, нужно, наверное, слоя 3. Так как он очень долго сохнет, поэтому я им пользовалась нечасто. Так же, как и предыдущим лаком. Потому что оттенок такой... Оттенки эти больше, наверное, летний, весенний. Следующий лак, который у меня не прижился, это лук. Вот такой. Вот у меня есть еще другие лук серии. Извините, они более носимые, более понравились. Это 10 мл идет лук. 23 единицы. Pink Cloud. Годен также до июля 2016 года. Такой вот идет нежно-розовый, практически нюдовый оттенок. Наносится он... Видно, что он какой-то неравномерный. Наносится плохо. Кисточка идет здесь тонкая. Обычная. Лак мне не очень понравился. Не очень понравился. Ложится неравномерно и держится он недолго. Его не советую. Следующий лак. Вот такой покажу пока по светлому. От Evo Mosaic. В номере 191. Кисточка у этих лаков идет широкая. Тон уже загустел. Оттенок был очень симпатичный. По-моему, с эффектом соли или перца. Я точно не помню. Это была новинка. Такой он мятный. С серебристыми вкраплениями. Интересный оттенок. Но пользовалась я им мало. Он у меня стоял в основном. И поэтому уже тоже загустел. Видать, пришел его срок. Тоже не скажу, что очень мне нравился. И был моим любимым. Потому что эти лаки не очень стойкие. И тяжело стирается именно этот оттенок. Но в принципе так же, как и калейдоскоп. Они похожи чем-то. Только разные цвета. Следующий лак. Лук. Вот из этой же серии. Я вам покажу. Это голубой. Такой цвет. Светло-голубой. Номер 31273. 71373 Baby Blue. 8,5 мл. Тут уже идет прорезиненная такая вот щеточка. Кисточка с другой стороны. Сама кисточка средняя. Этот лак очень жидкий. И он в один слой, естественно, полосит. В два слоя он дает более-менее нормальное покрытие. Но он не стойкий. Он держится, наверное, около одного дня. Поэтому именно вот глянцевый вот этот номер я не советую. Хотя у меня были другие из этой серии. Допустим, темно-синий. Он держится намного дольше. Следующий оттенок я покажу. Недавняя покупка пользовалась один раз. И поняла, что не буду пользоваться. Еще с Лёлей. Привет тебе, Лёль. Смотришь меня. От Sally Hanson. В номере. Так, сейчас найду, если скажу вам. 230. Какая-то слива. Очень хороший такой. Насыщенный оттенок сливовый. Сиреневый, уходящий в сливу. 1,8 мл. Это Sally Hanson. Та же проблема, что с лаком лука. Он держится около... Меньше даже. Вот этот, если может один день, то этот вообще меньше дня держится. Очень нестойкий лак. Кисточка здесь идет тонкая. И тоже лак очень жидкий. Но так как покупали его по распродаже, то не очень обидно. Я эти лаки, которые нормальные, буду отдавать. Которые уже загустели, буду выкидывать. Следующий оттенок от El Corazon. Вот такой. Вот он у меня попадался, по-моему, за победу в конкурсе. Это номер 423. Такой эффект перепелиных яиц. Белый, с черными и серыми вкраплениями. Красивый лак, но он уже начал загустевать. Идет 16 мл. Большой. Это актив биогель. То есть эти лаки можно наносить без покрытия. Сохнет очень долго. Кисточка здесь идет стандартная, средняя. В принципе, мне кажется, таким покрытием можно пользоваться в основном зимой. Поэтому я, собственно говоря, им так и пользовалась. Сейчас этих, наверное, либо пододвину. Да. Чтобы все в кадре были. Потом буду в следующий ряд уже ставить. Следующий лак покажу также от Элькоразон. Мат энд шайн эффект. То есть матовое и сияющее. Покрытие 16 мл. Зеленый такой оттенок. Номер его даже не знаю. Здесь, наверное, написан. Да. МНТС 163. Здесь идет тоже такая же кисточка. Он идет сначала такой вот, как сатиновый. Потом, когда наносим, он становится такой же, как бутылочки. Зеленый матовый. Очень красивый эффект. Но пользовалась я им также, наверное, раза два за все время. Потому что он очень-очень-очень долго сохнет. Никакие сушки, покрытия не помогут его вообще высушить. Буду ставить уже вторым рядом. Следующий лак это будет у нас, который у меня был в поменяшке от Кати по оттенку. Здесь вроде бы как с этим рядом близко. Бирюзовый с серебристыми блестками. Песочный эффект Элвиндо. 15 мл. С эффектом металлик. Воспользовалась также, наверное, пару раз. Потому что сложно стирается этот лак. Он идет со стандартной такой. Вернее, даже с толстой кисточкой он идет не со стандартной. Также начал загустевать уже. Оттенок красивый. Номер его 1019. С эффектом металлик. Если кто-то любит такие эффекты. Следующие два лака покажу вам. 60 секунд. Которые мне не понравились вообще. Потому что они были недорогие. Они заявлены были как ароматы. Это вот такой вот. Аромат у них ужасно еще хуже. Платинум серия лаков. Недорогие. В районе 50-60 рублей стоят. Этот тон 56-13 мл идет. Глянцевый мятный цвет. Цвет хороший, но лак мне не понравился. Ни по стойкости, ни по запаху, ни по нанесению. Очень тонкая кисточка и жидкий. Первый покажу вам. Они абсолютно одинаковые, на мой взгляд. У ботинка. Больше, наверное, такие брать не буду. И второй идет розовый. Тон 29. Светло-розовый, мятные цвета. Красивые мне нравились. Но так как ни стойкость не нравится. Ни запах, ни нанесение. В один слой, естественно, полосядов. В два смотрятся так, не очень аккуратно. Следующий лак, который я вам покажу. Это был у меня в посылке от Лалы. Если смотришь с тебя, привет. Раньше был канал Леди Шок. Вот такой вот лак я им редко пользуюсь. 414-й от Эйвелин Голографик. В таком вот красивом фиолетовом оттенке. Кисточка идет стандартная. Уже тоже немножко начала подгустевать. И пользовалась нечасто. От Эйвелин Лаки, вот благодаря... Ну, как бы я попробовала, да, мне не очень понравились. Вот сейчас у меня, в принципе, от Лалы нанесен второй оттеночек. У меня его, к сожалению, сейчас нет с собой от Диваж. Также из посылки. Мне он очень нравится. Это с новым покрытием, которое я показывала. Донс от Дэнс Ледженд. Вот, я использовала сегодня в маникюре. Со звездочками, которые было сложно выводить. И с вкраплениями. Вот, но это мой маникюр с другим лаком от Лалы. Этот лак у меня не подошел. Номер был его... 10 миллилитров, 414-й. Следующие оттенки пойду я уже тогда в третий ряд. Также покажу от марки, которая уже была здесь. Элвин Дор. Такое покрытие. Икра. Голографическая. Это я покупала сама у нас в магазине. Очень красивое покрытие, которое можно использовать отдельно. Или... Ну да, скорее отдельно, не как топ. Тон 26,06. Лаки Элвин Дор, в принципе, полупрозрачные. Мне они не очень нравятся. И, скорее всего, покупать я их больше не буду. Вот. То есть, и держатся они, соответственно, недолго. Этот уже начал загустевать. Поэтому я его и... Вот. Видно, наверное, что уже его не нанести нормально. Буду от него избавляться. Кисточка была средняя. Само покрытие это очень красивое. Переливается. Особенно с красными, допустим, или с какими-то оранжеватыми лаками. Смотрелось очень хорошо. Белые, красные, оранжевые. Черное вкрапление. Смотрелось красиво. Так. Ну, поставлю сюда тогда. Следующий ряд пошла. Следующий лак от Dance Legend. Очень мне нравился. Один из самых удачных лаков и оттенков. Это у нас номер 10 Сахара. Сейчас попробую показать его. Вот видно десятый тон. Это песочный лак. Очень красивый цвет. Мне он очень нравился. Был один из моих самых любимых. Но, к сожалению, начал загустевать. Такой он темно-коричневый, но с разными блестками. С розовенькими, с бордовыми. Но тон этот был десятый. Как я уже сказала, срок годности хотя стоит до 17-го года, но уже он загустел, к сожалению. Кисточка тут идет стандартная такая, средняя. И после того, как он высохнет, он приобретает такой больше матовый оттенок. Темно-такой коричнево-бордовый цвет. Очень красивый. Советую к нему присмотреться. Если у кого-то есть лаки этой серии марки, то этот тон очень хороший, красивый. Так, следующие два, которые у меня остались, это от Limony. Такой вот оттеночек у меня практически закончился. В принципе, мне он нравился. Номер 793. Держался он неплохо. Оттенок нежно-розово-сиреневый. Кисточка маленькая, не очень удобная, но все-таки тоже начал чуть-чуть подгустевать. Красивый такой перламутровый оттенок. Могу его посоветовать. Лаки от Limony в принципе неплохие. У меня сейчас есть еще один. Так, последний лак, на котором я долго не буду останавливаться. Это у меня он был в покупке, которым я пользовалась один раз. Именно вот этот тонный не подошел от умной эмали. 11 миллилитров. Не помню точно. А, 367-й. Еще раз покажу. У нас он был по распродаже. Я его брала за 50 рублей. Сюда вот к фиолетовому поставлю. Поэтому не так обидно. Вот. Собственно говоря, от такого большого количества лаков я избавляюсь. Могу даже вам сказать, сколько штук я не считала. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Шестнадцать штук лаков я избавляюсь от них. И у меня практически ничего в коллекции не меняется. За исключением того, что мне понадобятся желтые цвета. Вот. Потому что я очень люблю желтый лак летом. У мятных, возможно, еще можно будет посмотреть. Но это я буду смотреть уже не знаю, в каких других марках. Либо магазинных. Либо Even Faberlic, скорее всего. Потому что Reflame я пока сейчас не заказываю. Дальше я вам покажу свою косметику, которую я уже либо выпрашиваю, либо даю. Такой вот бальзамчик от... Не знаю даже какой марки, в общем. Который я покупала в La Toile. Honey Mill. Вот здесь вот написано. Такой бальзамчик срок годности 12 месяцев. Сделан в Италии. Стоил он очень небюджетно. Но мне не понравилось, что он совсем вообще сухой. Я покажу, сколько у меня его практически целый. Он пахнет очень приятно, сладенько медом. Вот если мы его наносим, может быть, вам будет видно, что вообще никакого, вот просто ноль эффекта. Я этот бальзам не советую. Стоил он, наверное, где-то рублей... Точно, сейчас уже не вспомню, но точно больше 100. Может быть 150, может быть 200. Но я его попробовала и больше брать не буду. Следующее, что я вам покажу, это будут... Ну, давайте еще один бальзамчик, который у меня больше половины уже нету. Это Фаберлик Лимонный Монпансье. Бальзам для губ. К сожалению, здесь изменился аромат, но бальзам мне этот очень нравится. У него срок годности маленький, 6 месяцев после открытия. У меня, наверное, он подраслужил месяца 2-3. У меня уже его ближе к концу. Он очень жирненький, приятно. Пахнет на него хорошо ложится помада, блеск. Могу его посоветовать. Я сама уже, как бы можно сказать, что моими любимыми мастхэмами стала эта серия. У меня сейчас есть вишневый и пралине. Также я собираюсь еще землянику себе приобретать и, по-моему, облепиху. Вот что-то из этого. Ну, в общем, понравилась мне эта серия. Буду дальше пользоваться этими бальзамчиками. Следующая, покажу вам помаду одну. Нет, вернее, даже не одну, две у меня помады. Идут. Это вот такая же из серии. Я вообще ей совсем не пользуюсь. Совершенством буду отдавать. Карамель комфорт оттенок. Сейчас я вам покажу его сфотч. Такая нюдовая помадка. Но как-то совсем ей не пользуюсь, потому что эта серия мне не нравится абсолютно по стойкости. Хотя у меня были и пробники, но просто как бальзам. Такой оттеночек ближе даже к оранжевому, чем к такому коричневатому. Глянцевый блесток. Нету полупрозрачный, что мне не очень нравится. То есть не дает такого оттенка. А полупрозрачный на губах абсолютно не стойкий. Буду отдавать. Так вот сюда вот поставлю. Следующая это будет помадка Тэйвен, которая у меня уже практически заканчивается. Серии люкс. Это номер силки Эпри Кот. В 2013 году еще она была сделана. Это когда Тэйвен мне прислал по ошибке. То есть он ошибся с этой помадой, но очень хорошо. Потому что я ее даже практически закончила. Вот все, что у меня от нее осталось. Я ее очень долго пользовалась. Она мягкая, но в ней есть блестки, шиммер. Сейчас я сделаю сводч вам ее. Такая даже уходящая в красный, но это все-таки больше абрикосовый цвет. С блестками перламутровый, который мне очень нравился и осенью, и весной, и особенно летом. Хорошо эта помада увлажняет. Не скатывается в полосочку. Могу посоветовать. У меня также есть еще несколько оттенков этой помады люкс. Туда пока поставлю. Так, и покажу вам один блеск от Лимани. Мне не понравилось. В отличие от лаков, да, лаки мне нравятся. Лимани блеск мне не понравился. По качеству у меня его еще больше половины. Это был такой полупрозрачный цвет. В номере 17 сделано в Италии. Идет со спонжиком. И здесь такой ограничитель, что очень сложно достать блеск. Нужно очень много раз туда возить этим спонжиком, что неудобно. Не получится сделать быстрый макияж губ. И очень он, этот блеск, неоднозначный для меня. Я вам сделаю, конечно, его сводч покажу. Просто прозрачный. Отсвечивает. Ну, в общем-то, и показывать-то нечего. Сейчас я попробую вам, может быть, на пальчики нанести. Вот лучше будет видно. Просто переливающиеся блестки. Голубые даже есть. Зеленые. В прозрачное основе. Но, в общем, этот блеск мне не подошел. За счет того, что когда его наносишь на губы, где-то минут через 10, его вообще перестаешь чувствовать, что он как будто бы есть на губах, но его уже как будто и нет. Вот. Поэтому он перестает ощущаться. Вот. И никакого эффекта. Если его наносить на бальзам, даже бальзам не ощущается. Он как будто бы жирноватый, липкий такой, но потом через 5-10 минут этого эффекта абсолютно нет. Поэтому я эти блески брать не буду, потому что они стоят дорого. Стоят эти блески сейчас в Айлайке в магазине. Я тогда еще давно покупала в районе 200 рублей. Вот. Не советую. Даже больше может быть 200 рублей. Поэтому за такого качества блеск я не советую. Не сказала по миллилитрам. 7,5 миллилитров он идет. И также покажу вам две туши, которые у меня закончились. Первая тушь моя любимица. Это Кабаре от Vivienne Sabo. С силиконовой щеточкой маленькой. Хорошо разделяла, делала объем. Все делала для ресниц. Не осыпалась. Долго я ей пользовалась. Наверное, в районе 2 месяцев. Вот. В принципе, мне она очень понравилась. И покупала я ее вместе с подводкой. В районе что-то, по-моему, 200 или 150 рублей. Ну, в общем, дешево вместе с подводкой. Тушь мне очень понравилась. Достойный продукт. Очень ей довольны. Вторая тушь от Ariflame The One серия 5 в 1. Какая-то идет с блестками, но она идет, мне кажется, просто черная. Щеточка стандартная, как 5 в 1. Эта тушь мне тоже очень нравилась. Давала хороший эффект. Я и так же пользовалась. Она была одной из моих любимых. Она разделяла хорошо, удлиняла. Но, как бы, сейчас немножко вода спортилась, я считаю. Тушь 5 в 1. Можно найти какие-то аналоги даже в том же самом Faberlic. Вот. Потому что она сейчас стала очень дорогая по цене уже. В районе 250-300 рублей. И есть какие-то, может быть, другие замены. Бриллиантовые черные вот она называлась. Но никакого бриллианта. Эффекта россыпи я не увидела. Для меня это стандартная обычная черная тушь. Я надеюсь, что вам это видео было чем-то полезно и интересно. Сейчас я еще раз покажу все лаки. Вот так вот. Я на коробочке Tavion снимаю. Вот такое количество лаков большое. Я еще все это сейчас, извините, после видео разберу. Что-то отдам маме, скорее всего. Что-то я выкину. То, что уже точно не действует. То есть, то, что засохло, я это буду выкидывать. А то, что еще действует, я, наверное, отдам маме. Потому что отдаю ей на работу. Такое у меня было видео. Простите за голос. Что-то у меня немножко начинает подсаживаться. Потому что много на работе кричу, говорю. Вот. И поэтому часто подсаженный голос. Надеюсь, что скоро мы с вами увидимся в следующем видео. У меня еще намечается... Ну, не совсем намечается. Думаю, еще долго будет до пустых баночек. И сегодня забираю свой небольшой заказ. Постараюсь, по крайней мере, забрать сегодня из Арифлейм. Последний вроде бы как. Потому что больше пока там было брать ничего не планирую в ближайшее время. Всем огромное спасибо за внимание. Радости, счастья, удачи. Спасибо новым подписчикам, что подписываетесь. Смотрите меня. И всем до новых встреч.